Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Тема сегодняшнего выпуска – любовь. Она вдохновляет, от нее до ненависти один шаг. Она делает человека уязвимым и в то же время сильным. Она многогранна, и говорить о ней можно бесконечно долго. Но у нас на это сегодня только 30 минут. Что такое любовь? Это психология, физика, химия, философия или просто гормоны? Об этом сегодня спросим у семейного психолога, доцента кафедры психологии и развития Самарского университета Ольги Шапатиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Здравствуйте, дорогие зрители! Все начинается с любви. Тема сегодняшнего выпуска располагает к тому, чтобы говорить цитатами классиков. А что об этом думают психологи? Что это за такое непонятное чувство, эмоция, любовь? Ну, наверное, есть действительно психологи, которые изучают и препарируют как-то это чувство, да, пытаются его описать, пытаются его измерить, пытаются его как-то исследовать. Но так как я в качестве объекта своего исследования и в качестве объекта своей практики имею семью, я скорее не вглубь, да, иду в своих размышлениях о любви, а скорее вширь. И я могу, да, подумать вместе с вами поразмышлять о том, как проявляется любовь, как проявляют любовь люди по отношению друг к другу, взрослые, дети, пожилые люди. Вот об этом, мне кажется, я могу подержать разговор. А какой она бывает? Почему-то у меня, наверное, другая моя часть включилась в возрастного психолога. И я подумала, что, наверное, если нам нужно как-то ее разделить на какие-то группы, да, на какие-то виды, то, наверное, можем разделить ее по возрастному какому-то критерию. Да, можем говорить о младенце, который, ну, наверняка можем применить это слово «любовь к нему», да, что он очень любит свою маму, и в этом случае это, наверное, равняется его полной зависимости от нее, да, вот этой привязанности особенной, которую больше ни в каком возрасте мы не наблюдаем. Малыш, который уже бегает и ходит в сад, наверное, любит свою маму, когда он делится с ней своими переживаниями, да, ее можно обнять, если ему грустно, печально, страшно, да, это человек, который готов разделить его чувства, который готов быть с ним, время, да, ему посвятить достаточно много. Школьник, например, наверное, чувствует любовь родителей, когда они помогают ему в этом сложном новом деле для него, да, и поддерживают, они критикуют, например, его за какие-то неудачи. Для подростка любовь других людей, да, уже может разделяться на какие-то разные виды. Вот если говорить про родителей, продолжать, тогда это, наверное, понимание, да, и какое-то принятие его новых мыслей, взглядов. Но в то же время подросток, наверное, ориентирован уже на то, чтобы испытывать любовь и к своим сверстникам просыпаются в нем новые чувства, не похожие на те чувства любви, которые он знал раньше в своей семье. И так можем продолжать до бесконечности. Я думаю, что любовь – это не то, что нас в какой-то момент должно покинуть. Здорово, если мы еще можем испытывать это чувство, несмотря на возраст. Можно я расскажу одну историю. Я вспомнила очень такую историю, которая меня затронула. Первый раз ее слышала по радио. Это история про известного режиссера, который, ему было уже далеко, наверное, за 80, может быть, даже к 90, ближе к годам. И его спросили, есть ли у него какая-то мечта, о чем он мечтает вот сейчас. И он сказал, я хочу влюбиться. Вот эта, наверное, фраза говорит о том, что действительно для нас это источник энергии, да, источник переживаний, которые мы воспринимаем как чувство жизни, возможно, да. Любим, значит, еще живем. А есть ли какие-то данные о том, что происходит в организме, когда мы испытываем это чувство? Ну, вот если гормоны, например, какие-то отвечают? Ой, наверное, есть такие данные, но я точно не тот человек, который может достоверно вам их предоставить. Я думаю, что, ну, безусловно, это связано с нашей такой биологической частью, да, которая вот в современном мире, к сожалению, мы пытаемся как-то иногда забывать, ведем себя, как будто бы мы такие суперсоциальные существа, да, адаптируем себя к какой-то такой реальности предметной, что ли, забывая о том, что в нас есть эта природная часть. И, конечно, наверное, тот факт, да, что, ну, максимальные какие-то переживания, они относятся к определенному возрасту, да, безусловно, говорит о том, что здесь есть и такой биологический компонент, что природа, она вообще очень нам помогает, вообще она всегда нам помогает, если принимать от нее дары, да, но она нам очень помогает в определенный момент действительно встретить человека, который станет твоей второй половинкой. У нас сегодня такой романтический флер, да, поэтому будем такие использовать стереотипы, вот. Ну, в какой-то момент действительно мы чувствуем непреодолимое, да, желание посмотреть вокруг, да, найти для себя такого человека, с которым мы можем разделить свою жизнь. Немаловажную историю в этом играет, безусловно, наша биологическая часть. И природе нужно размножаться, если так совсем, упрощать ее посыл. А можно ли взять любовь, это чувство под контроль? Опять же, вот при помощи гормонов, может быть, каких-то инъекций гормональных, может быть, еще как-то? Так, у меня какие-то неприличные ассоциации сразу возникают. Ну, если мы говорили только что о том, что человек мечтает влюбиться, поэтому я думаю, что надо, наверное, учить, наоборот, человека, да, да, как сказать, правильно как-то обращаться с этими чувствами, я понимаю, что, наверное, может возникнуть ситуация, да, какой-то неразделенной любви или какой-то даже настолько захватывающий человека, что он, например, не знаю, там, перестает как-то контролировать свои поступки, но это уже какая-то такая юрисдикция, юриспруденция. Не знаю даже, кто этот может решить этот вопрос, но если, например, взять такой вполне распространенный, наверное, сюжет о какой-то неразделенной любви, да, что и взрослый человек, в принципе, стоящий в браке, может, например, влюбиться, вот это же природа, мы выяснили, никто не застрахован, вот в этом случае, наверное, ему придется как-то использовать свои волевые усилия, чтобы эту любовь ощутить, насладиться и использовать ее для того, чтобы улучшить свою жизнь, а не наполнить ее новыми проблемами. А материнский инстинкт, любовь к своему ребенку, это же тоже, я знаю, были случаи, когда это, ну, не срабатывает. Ну, я думаю, материнский инстинкт, он не столько в любви, сколько в специальном поведении заключается, да, поведении заботы, то есть зачем он нужен, материнский инстинкт, чтобы он запустился, чтобы выжил младенец. Мы знаем, что они просто не выживут, если окажутся без заботы именно, да, то есть вот материнское вот это заботящее поведение, это чувствительность к ребенку, понимание его потребностей. Конечно, там есть потребность в эмоциональном контакте, и то, что, наверное, ближе всего к тому пониманию любви, о котором мы сегодня говорим, но для ребенка, для его выживания важны и, ну, там, сон, кормление, да, тепло, и вот это как раз то, что, мне кажется, тоже является компонентом этого материнского инстинкта. Можно разные чувства переживать, но, может быть, достаточно прижать груди, и как раз, мне кажется, материнский инстинкт в этом, что хочется ребенка, да, согреть, прижать. То есть можно запустить этот инстинкт, но чувство никак не зависит, появление. Зависит, но, наверное, это уже другое. Мне кажется, они зависят еще и от опыта человека, да, зрелости его какой-то личностной. Вот это чувство, ну, как вот мы же по отношению к котяткам, например, около магазина брошенным тоже испытываем, да, вот что-то похожее. Тоже у нас включается кнопка, которая заставляет нас пойти корм им купить, или некоторые домой принесут их, согреют и так далее. Вот можно сказать, что это любовь, а можно сказать, что это действительно наш инстинкт, ну, в женщинах он чаще более выражен, чем в мужчинах, да, девочки носят котят домой частенько, да, девушки, да, женщины и так далее. Вот, это, кстати, хороший критерий выбора невесты для себя или жениха. Да, спросите, ваш избранник носил домой котят или нет, да, есть у него такая часть, которая будет проявлять заботу. Это очень важно не только для этапа, когда любовь есть, но и когда начинается жизнь совместная. А любовь – это неконтролируемое чувство или осознанное? Ну, мне кажется, одно другому как будто бы не противоречит. Может быть, появляется не по нашему, да, желанию и велению. Кто-то вот хочет испытать, как тот режиссер, и не может. Поэтому нельзя сказать, что мы можем это включить, когда захотим. К сожалению, наверное. Но с другой стороны, если мы уже чувствуем любовь, я думаю, мы можем, наверное, осознанно проявлять ее как-то. Ведь кто-то чувствует любовь и, наоборот, пытается сдерживать свои проявления, даже если это безопасно, например, по отношению к другим людям. Поэтому, наверное, с точки зрения проявлений, да, тут есть у нас какая-то еще свобода что-то контролировать. А вот с точки зрения запуска, вот не факт, что мы можем. Хотя есть прекрасный фильм советских времен, «Влюблен по собственному желанию». Вот там как раз такой механизм описан, когда можно влюбиться, просто сосредотачивая, можно сказать, свои мысли, интересы на человеке. А есть ли какая-то формула любви, психология? Какие-то составляющие, которые выделяют в ней? Там забота, уважение, понимание. Я уверена, что есть очень много даже формул. Если кого-то интересуют формулы, я думаю, он точно может найти для себя подходящую формулу, для него понятную, да, для него, может быть, даже описывающую как-то хорошо его жизнь. Но я, наверное, больше пожелаю нашим зрителям довериться своим собственным чувствам. И создать, может быть, свою формулу любви, которая им будет подходить, потому что это, ну, тоже какой-то способ ее удержать, мне кажется. Загнать в рамки. Да, 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 совершенно верно. Да, вот описать, чтобы ее удерживать, чтобы ее как-то наслаждаться ей. Ну, мне кажется, то, что их очень много формул, вряд ли она позволяет по отношению к себе такое насилие, да. Она вот может и не послушаться наших формул. Поэтому я хочу, чтобы все расслаблены были, и тогда любовь, наоборот, придет. А как же изучают это явление, если у него нет ни определения, ни формулы, ни каких-то там, не знаю, этапов? Может быть, я сейчас говорю как-то антинаучно, но мне кажется, иногда что-то изучать можно изначально, просто предполагая, что мы уже знаем, что это такое. Ну, каждый человек знает, что это такое. И каждый человек точно и испытывал, ну, можно сказать, на себе, да, любовь другого человека. Он чувствовал любовь другого, вот так, наверное, правильно сказать. И сам любил. Любой человек, мне кажется, имеет такой опыт. Вот. И если мы говорим об исследованиях, мы просто допускаем, что он прав, да. Вот то, что он называет любовью, и есть любовь. А бывает, когда люди не понимают, что такое любовь, путают с какими-то, ну, бывает наверняка, да, путают с какими-то другими чувствами или не распознают. Вот с чем еще можно? Кто может быть им судьей? Вот лично я всегда доверяю, то, что человек называет любовью, это и есть для него любовь. Я ему не могу свою формулу предложить какую-то, это будет совершенно бесполезная для него информация. Поэтому, наверное, здесь можно говорить о том, что в паре, наверное, важно, да, чтобы понимание любви было в чем-то созвучном. Иначе, наверное, будет очень сложно взаимодействовать. И вот здесь есть некоторые, да, данные, да, некоторые теории, которые описывают вот эти разные языки любви, да, способ и выражения любви, и принятия любви. Можем более подробно об этом поговорить. Да, мы сейчас к этому подойдем. У меня еще несколько таких небольших вопросов. Любить за что-то. Можно? Это любовь, когда любит за что-то. Ну, раз есть такое выражение, значит, точно есть любовь за что-то. Ну, или это не считается любовью? Ну, опять же, мы доверяем человеку. Если он так говорит, что он любит кого-то за что-то, значит, все так и есть. Может быть, это, да, если этот диапазон какой-то любовных чувств представить широко, то, может быть, эта любовь, она близко расположена к другому, например, чувству, к уважению другому человеку. Да, если это заслуженное такое уважение, и наш партнер, да, или какой-то наш знакомый проявляет очень много в сторону нас каких-то, ну, действительно, не знаю, там, действий, да, позитивных каких-то, эмоциональных каких-то таких посланий очень приятных, теплых для нас, мы действительно постепенно, наверное, эти чувства теплые у себя к нему начинаем ощущать. Ну, можно сказать, что это заслуженная, наверное, любовь. Можно сказать, что это уважение, можно сказать, что это благодарность, да, здесь тоже это подходит. Вот, поэтому, наверное, если человек называет это любовью, все так и есть. Благодарность, да, и заслуга. Да, может быть, это благодарность. Это очень тоже важное чувство с точки зрения отношений. Если в отношениях есть благодарность взаимная такая, да, это то, что точно укрепляет, усиливает любовь и улучшает отношения. Я читала о том, что любовь заслуживать не надо. Я думаю, в контексте эта фраза, наверное, имеет значение, да, но она может звучать и как отвержение, да, какое-то, или отказ от каких-то активных действий, которые были бы, ну, можно сказать, приятны твоему партнеру. Ну, поэтому, я думаю, в контексте, возможно, в каком-то она имеет какое-то полезное значение, да, а может быть, ей показаться таким инструментом отчуждения. То есть любовь в целом – это выбор, да, делать что-то, не делать что-то для, соответственно, своего партнера. Я думаю, не сама любовь, а проявление ее, да. Проявление, да. Да, мы не можем, наверное, так легко управлять своими эмоциональными состояниями, в принципе, никакими. Любовь – не исключение, да, мы не можем выключить страх, если он присущ нам, и мы часто испытываем, или тревогу, например. Например, мы также не можем выключить, иначе бы нам действительно специалисты, которые работают с этими состояниями, были не нужны. Точно так же мы не можем прибавлять и убавлять голос нашей любви. Но выражать ее, ну, взрослого человека, по крайней мере, или здорового человека, так скажем, да, у него есть, конечно, выбор такой, да, Будет ли он проявлять это, будет ли уважением другому человеку, или это в данный момент лишнее. А когда психологи, вот в частности семейные психологи, начинают копаться в отношениях, какую роль, какое место вот в этом вот разборе занимает любовь и чувство между людьми? Ну, вот мы о паре говорим. Ну, я думаю, в настоящее время очень большое, потому что психологи в целом, наверное, и семейные в частности, они приходят к выводу, что никаких других причин, чтобы быть вместе, кроме вот этого эмоционального комфорта, который мы сегодня называем любовью, не существует. То есть все, ну, весь функционал, да, вся та нагрузка, которая тоже была причиной, например, вступления в брак и сохранения брака, еще сто лет назад, она уже вся не работает, да, то есть для выживания семья не нужна, ну, брак не нужен первоначально, да, двум людям для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности, ну, не знаю, в постоянном хорошем питании, даже хорошем питании, да, там, чистоте и все остальное. То есть есть миллион способов гораздо более спокойных и дешевых даже, я бы сказала, да, чтобы эти все потребности удовлетворить. Поэтому выбор быть вместе с кем-то или не быть вместе с кем-то, он только от этого и зависит. От того, что человек, скорее всего, так и назовет. Я люблю его, да, хочу быть вместе или ее, или не люблю и не хочу. Ну, какие этапы выделяют психологи в отношениях, там, где есть любовь? Ну, они, я думаю, совсем не оригинальны, а вполне соответствуют здравому смыслу, который и в какой-то такой народной, я бы сказала, культуре и традициях существует. Да, наверное, если прям крупными какими-то мазками это описать, то, да, безусловно, есть период какой-то очень яркой такой, ярких чувств, ярких переживаний, желание быть постоянно вместе с партнером, да, такой этап влюбленности, ухаживание, период, который называется вот часто, там, конфетно-букетный, да, такой период. Вот, кстати, есть такие тоже исследования, в которых длительность вот этого такого подготовительного этапа тоже оптимально описана. Вот, считается, что примерно от полугода до двух лет, вот, если предшествует браку вот такой период, да, то это оптимальный интервал такой. Дальше, ну, нужно какое-то развитие отношений, да, да, люди могут вступить в брак дальше, и уже другой период начнется. Поэтому, хотя на самом деле очень много таких примеров, когда люди поженились через неделю после знакомства и прожили там 50 лет, да, но это скорее исключение. То есть все-таки нужен этап, на котором есть вот эти сильные чувства и есть возможность получше узнать друг друга, потому что в этот момент очень сильно включаются механизмы идентификации, да, когда вот люди, ну, можно сказать, одинаково что-то воспринимают, одинаковые мысли у них, одинаковые желания в этот период. Возраст партнеров влияет на продолжительность этого периода как-нибудь? Возможно, влияет. Вот точно я сказать не могу. Мне кажется, что какая-то общая здесь есть все-таки закономерность. Ну, может быть, от возраста это не так сильно зависит, да, наверное, вот эти временные промежутки должны быть в любом возрасте. Вот. А дальше, ну, люди готовы, да, впустить в свои отношения не только вот эту романтику, не только, ну, какие-то приятные вещи, да, удовольствия, потому что на этом этапе все-таки больше этих удовольствий, но и обычную жизнь, да, разделить. Там, где будут такие скучные довольно-таки вещи, да, там уборка, квартиры, оплата, коммуналки и все остальное. Ну, это тоже, возможно, даже укрепит их любовь, потому что им придется это как-то разделить, эти ответственности. И если для кого-то очень важно, да, получить помощь от партнера в этих делах, для него только, ну, еще больше будет уважения и благодарности за то, что партнер готов, например, эти все бытовые вещи взять на себя или разделить, по крайней мере. Когда дети появляются, наверное, это новый какой-то этап любви, потому что появляется новая роль у каждого. И мужчина и женщина проявляют себя еще и как родители. Это очень сложный, на самом деле, такой этап, потому что эти роли пытаются как будто бы заслонить друг друга, да, вот, когда эти совсем новые роли, вот, матери или отца, супружеские роли немножко уходят на второй план. Ну, это нормативная такая ситуация, через какое-то время все должно выправиться, но не всегда автоматически это тоже происходит. Но есть, мне кажется, любовь, когда дети выросли, новый, ну, либо новый какой-то всплеск, может быть, да, и, наконец-то, между нами ничего не стоит, потому что очень часто дети рассматриваются как, ну, не то чтобы препятствие, да, но то, что, ну, через что проявляется любовь. Забота папы о детях для мамы – это, может быть, как любовь к ней, да, он с ними занимается, а ее освобождает от каких-то дел на часок, да, она может посвятить время чему-то своему. Для нее может быть это проявление любви такое, а не отцовство, она, может быть, в этом видит какое-то. А вот когда детей нет, это новое испытание. Осталось ли что-нибудь от тех вот непосредственных отношений, да, где опять роли вернутся только супружеские мужчины и женщины, это тоже, мне кажется, может быть очень вдохновляющим этап, а может быть, конечно, и критическим, если эти роли, как, не удобрялись, не поливались и отмирают. А можно сказать о том, что переход с каждого этапа с одного на другой – это всегда кризисные какие-то отношения, и что любовь выступает той скрепочкой, которая держит? Держим. Я думаю, что можно так сказать, да. Это, наверное, всех процессов касается, не только эмоциональных или каких-то психологических. Я думаю, переход на новый этап в любом случае – это кризис, и жизнь семьи, она вообще все время, можно сказать, представляет такой выбор между стабильностью и развитием. И вот как раз переход – это всегда про развитие. Вот, например, мне кажется, можно так рассмотреть сегодняшнее распространенное довольно-таки явление, когда, например, пара живет вместе достаточно долго, но, например, не регистрирует брак. Ну, хотя не исключает, например, такой возможности в голове у себя. Это тоже, на мой взгляд, попытка, ну, чуть-чуть этот кризис избежать, что ли, да. Потому что вот даже если люди убеждены, что ничего не поменяется, так не бывает. Многое изменится только от этого формального шага их. Ну, точно так же и про детей можно сказать. Если есть какое-то тревожное ощущение, да, что этот переход на новый этап будет, ну, не знаю, угрожающим, да, небезопасным каким-то, сложно будет там с партнером, тогда есть желание как будто бы тоже его затормозить, да, продлить этап, на котором люди находятся, на котором уже какие-то договоренности достигнуты, и все более-менее хорошо. Получается, партнеры не доверяют друг другу в плане любви, что они смогут вместе выдержать это все, и не соглашаются на переход на новый этап? Ну, могут и не доверять, наверное. Не обязательно все не доверяют, но мне кажется, у каждого человека есть и свой собственный опыт, и есть опыт его семьи, например, родительской, да, и если ему известно и дальше, может быть, и бабушек, и дедушек, мы как-то уже об этом говорили, вполне возможно, что эти события, эти кризисы стали для, ну, для какой-то, для его знакомой семьи, да, ну, не переносимыми, что ли, да, кризисы непреодолимыми. То есть, если такое в опыте есть, наверное, более объяснимо это поведение, когда человек, например, не хочет изменять как-то ситуацию и сохранить так, как есть ее на подольше. Спасибо большое за ответ, Ольга Валерьевна. На этой минуте мы, наверное, остановимся пока, потому что эфирное наше время подходит к концу, но мы продолжим говорить о любви в следующем выпуске. Это была программа «Разговор по душам». Увидимся через неделю. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова